Эй, здорово! С вами Серёга! Я уже соскучился по тем видосам, когда я выбивал себе золотую версию на свой основной аккаунт. Вы только посмотрите, что добавили в магазин на витрину. Коробка с тычковыми ножами, всего по 20 кредитов, где также есть золотая версия. Как обычно, мы сегодня посмотрим, насколько много кредитов у нас уйдёт для того, чтобы получить золотую версию с коробок удач. Давненько не было таких видосов, поэтому, ребята, присаживайтесь поудобнее, заряжайте свой царский лайк, а я, как обычно, желаю вам всем приятного просмотра. Погнали! Друзья, для новичков Warface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и новое топовое снаряжение Авангард. Всё очень просто. Если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Всё это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Будем надеяться, что именно по удаче они нам выпадут. Конечно, хотелось больше по удаче выбивать пушки, которые по 60 кредитов стоят, чтобы прям вот максимально радоваться. Вот эти вот 5 коробок открываешь, сразу выпадает золотая версия. Ну, невероятно приятно, невероятные эмоции. Тут, конечно, немного ситуация другая. Коробочка удачи небольшая и если я даже максимально не буду получать удовольствие, мне максимально будет не вести, всё равно я потрачу не ту сумму кредитов, которую бы потратил на... Да, как обычно, удача у меня на аккаунте очень и очень хорошая. Обычная версия сразу выпадает и хорошо, что я их не купил в событии, потому что они там продавались довольно дёшево. Я надумал, блин, обычная версия, ну куплю я их, ну будет прикольно. Но вот там они в каком-то камуфлиже, скине, тут вот в таком образе они выглядят довольно посимпатичнее. А золотые тычковые ножи, уфу-фу, прям как охрененно выглядит. Я вообще поначалу думал, что они мне не зайдут, но когда всякие игроки начали их доставать, когда я уже умер на ИРМе и слежу за кем-то, у кого есть эти тычковые ножи, они их так прикольно достают, как будто хотят их поточить. В общем, сейчас, как вы понимаете, немножко эра двойных оружий идёт в Варфейсе, двойные тычковые ножи, двойные пистолеты-пулемёты скоро выйдут, и вот так вот оно и происходит. Почему я давно не крутил какие-то золотые пушки именно на свой основной аккаунт? Ну, потому что их, собственно, не добавляют. Последняя пушка, которую золотую добавили на основной сервер, и так и не добавили в коробке удачи, это была снайперская винтовка, которую можно модами было сделать в автоматический режим. Её, конечно, на ИРМе нельзя, поэтому какой, собственно говоря, от неё смысл, но я помню те самые бордатые года, когда можно было с этими автоматическими пушками прекрасно играть на обычных пабликах. Ну, вообще, конечно, хотелось бы на ИРМе подобное дело всё увидеть. Всё равно, чтобы из неё автоматическую пушку сделать, нужно довольно много денег на всё это дело потратить, чтобы её прокачать до тех самых модов. И то хрена узнает. Будет это настолько имбовым, чем какие-то болтовки? Мне кажется, сейчас вот такие болтовки пошли, потому что даже рядом, собственно, не стояли. А пока что только одни тычковые ножи выпали, и золотой версии совершенно нету. Варфейс, я что-то не понял! Это вообще что такое по карте? 2000 кредитов она стоит в обычной версии. Хорошо, что обычная версия мне уже упала. Не забывайте, что обычная версия мне совершенно не нужна. Мне нужны именно золотые. Многие, наверное, задутся вопросом, если с ПТС-а так их и не апнули. И просто логично, что они бы сделали хотя бы, чтобы золотая версия хоть чем-то отличалась. У золотых ножей всегда есть прекрасное свойство удара по радиусу. Допустим, ты ударяешь чуток мимо соперника, и он всё равно откисает. Либо же два соперника бегают друг с другом рядышком, ты ударяешь по одному, либо где-то посерединке, и они вдвоём откисают. Это просто невероятно. Поэтому все любят бегать именно с каким-то золотым топром, потому что у него, во-первых, радиус довольно большой, тем более расстояние у него ещё большое. И, в принципе, он довольно прекрасен собой. А тут, если такого нет, это очень странно, потому что всё же двойные ножи. Логично было бы, что если рядом стоят два соперника, чтобы с них можно было убивать двух соперников. Либо чтобы у них была какая-то более интересная анимация удара левой кнопкой и правой кнопкой, чтобы, допустим, одним ударяло, потом другим, и, естественно, ваншотом. Всё это дело, потому что это всё неприятно, когда с ножичка не ваншотишь. А у нас уже есть такие всякие волшебные палочки, которые с левой кнопки мыши любят уничтожать соперника с одного удара. Пока что... Опять вторые ножи нам выпали! Спасибо Варфейсу, надо, наверное, сказать. Очень, кстати говоря, приятно, но не очень-то приятно, то, что опять мне, походу, нужно тратить космическую, просто за космическую сумму денег на то, чтобы выбить себе золотую версию. Хочу попробовать пару коробок с кипом открыть. Как вы знаете, особенно, когда я кручу золотые версии именно себе на основу, я не придерживаюсь каких-либо тактик. По три коробки, по две коробки открывать. По мне, чем быстрее ты открываешь, тем быстрее тебе выпает золотая версия, потому что, ну, по факту, сколько я раз так не делал, никогда не особо-таки получалось. И всегда приходилось просто тратить, собственно говоря, бабки. 4000 кредитов пока что улетает, что уже довольно неплохое количество коробок удачи, и все равно нихрена нету золотой версии. Я решил показать вам нереальные скипы вот эти вот, когда даже не смотришь, что тебе выпадает в этих пяти коробках, чтобы сейчас сразу так выпала золотая версия. Ну, смотрите, вообще не получается. Ладно, до 187 тысяч можно прям так скипами пройтись, и потом прям с пяти коробок сразу выпает золотая версия. Ну, я так думаю, 20 кредитов, прям вообще очень вкусная цена. Ну, что опять у меня с удачей? Почему Warface опять заставляет тратить тысячи коробок? Не, в принципе, я готов сегодня потратить тысячи коробок, при том условии, то, что следующий золотой донат, который я буду крутить, я выбью именно по удаче. Не с тысячной коробки, я просто вот открою первые пять коробок, ладно, там пусть выпает просто обычная версия. Следующие пять коробок я открою, ладно, так и быть, пусть там ничего не выпает, а вот в следующих пяти коробках, то есть 15 коробок, и там уже будет лежать золотая пушка. Все же на основную пушку, которая стоит 60 кредитов, в один момент админы вообще начали по 70 кредитов в коробки удачи добавлять. И хорошо, что не продолжили эту тенденцию, то это было бы невероятно дорого в исполнении какого-либо золотого доната. Так вот, я немножко заболтался, я немножко обосрал сам свою тактику. Короче, на обычную пушку бабок уходило бы очень и очень много. Тут денег с тысячной коробки уйдет не очень много, но для ножей, наверное, все равно многовато, так что хотелось бы, чтобы они уже выпали. Смотрите, видите, тактика сработала, опять на обычные ножички. Я скипал, скипал, вообще ничего не выпадало, даже обычные ножики не выпадали, сейчас сразу выпали. Жалко, что тут еще какого-то ножа нет, а то я вообще небольшой любитель выбивать себе какие-то ножи. Ну, мне надо добавлять прям какие-то уникальные по типу стилета. Выглядит он прям невероятно прикольно. Поэтому я себе его забрал, но там нету золотой версии и уже, честно говоря, надоедает с ним бегать. Что с битой надоедает, что со стилетом надоедает. Просто как-то хочется чего-то новенького. Вот такие вот бандуры здоровенные по типу тисака, топориков мне не особо заходят, потому что, ну, слишком они здоровенные. В моменте иногда слишком они долго достаются. Хочется какой-то красоты-просоты. Все равно именно с ножа я вообще не играю. То есть, именно чтобы уничтожать соперника, нет. Я всегда это дело оставляю именно основному оружию. А с ножика это... Мои тиммейты любят так потроллить, оставшись там один в три. Я себе их выбиваю для красоты, чтобы просто брать в руки и, собственно говоря, с ними бегать. Если потом добавят моды на ножики, то мне почему-то кажется, что вот конкретно какие-то вот такие будут ножики с модами. Все же мод добавлять на какой-нибудь топор, который и так имбовый. Ну, это просто возрождение 2020 года, когда половина команды будет бегать с каким-то деглом, на нем будет надет штык, и они будут с него кого-то нарезать. Ну, слушайте, по-моему, уже 500-я коробка какая-то идет плюс-минус, если я правильно считаю, если я правильно чувствую коробки удачи, ну, уже довольно-таки хорошая сумма вырисовывается, и удачи, как обычно, ее не существует. Не знаю, может быть, мало эту коробку кто крутит, все же она находится в витрине, это не особо давно добавили эту фишку, витрину, и я сам не всегда замечаю, что там что-то есть. Допустим, коробочки удачи с золотыми пушками, я думал, что их с игры вообще, в принципе, убрали, а они на витрине висят, а может быть, и не висели, то есть они витрину-то довольно часто обновляют, и хрен поймешь, я вообще довольно тороплюсь выбивать сюда золотую версию, хрен его знает, сейчас как уберут эту коробку удачи, и мне как не хватит коробок 5 для того, чтобы вывести золотую версию, и будет, конечно, не очень-таки приятно. Вот они! Вот они! Красивые золотые тычковые ножи навсегда! Около 10 тысяч кредитов я на все это дело потратил, ну, плюс-минус 9, если я все правильно вспоминаю, сколько кредитов у меня было. Вот они, красавчики! Такие ай-яй-яй-яй-яй! Это, мне кажется, ну, плюс-минус похоже на удачу, потому что на золотые пушки я не потратил около 60 тысяч кредитов! Вау! Бита уже порядком надоела, наконец-то на их замену пришли тычковые ножи, они, кстати, по рандому бьют, то левой, то правой, но все же... Вот такой вот звук! Он шикарный! Вот такая вот анимация мне очень нравится, тем более новая такая анимация, как я бегу. Ну, в принципе, я доволен. Вау! Скидка на Тайшань! Хорошая мысль его покрутить! Золотые ножи выбиваю по 20 кредитов, Тайшань по 38 кредитов! С пяти коробок сразу выпадает в этой 3-2 лавина. Интересно-таки удача! Мне отсюда нужен только скин, можешь все остальное в принципе оставить себе! Я не особо-таки обижусь, как вы знаете, я внешности очень-очень редко кручу, поэтому у меня новых внешностей нету, и я довольно и скучал уже по этим новым внешностям, и вот как раз-таки искал прекрасный момент выбить себе какого-нибудь Тайшани. По-моему, в прошлый раз я немножко таки его покрутил, и ни хрена его себе не выбил! Вы, наверное, в курсе, то, что по скинам у меня совершенно отмена, Тег-9 выпадает. Ну, пушки, кстати, замечательно выпадают. Выпал Таг, выпал Тег-9, остался Керамбит, ну и можно уже там через 1015, да, в Warface мне скинчик какой-то накинуть, но вот эти вот скины очень для меня проблематично как-то выпадают, не знаю по поводу вот этих вот скинов, где есть 4 аж предметы, где цена, блин, аж 40 с хером кредитов, ну сейчас скидочка, 38 кредитов, вау, в принципе, неплохо! По скидкам я не особо люблю крутить, потому что хрен тебе, что выпает по этим скидкам, но я все же воспользуюсь данным предложением, уж реально хочу себе новый скин на медика, новый скин на другие классы тоже бы, конечно, хотелось, кстати, вот и керамбит выпал, все, 3 предмета из 4 получено, надеюсь, сейчас скинчик тоже в Warface мне решит дать, поэтому надо новый скинчик себе да, заполучить, особенно он сейчас есть в коробке удачи, не могу никак словить я в моменте другие внешности, но все же, наверное, как только появится, я покручу, но все равно вот по таким ценам, ай-яй-яй, больновато, больновато все это дело выбивать, деньги уходят очень-очень быстро, даже криты у меня уходят быстро, когда я кручу старые скины, где нету такой вот цены, она чуток поменьше, 30 критов стоит за коробку, не так много предметов, или там почти 40 критов за коробку, а тут скидка, а, он 50 критов изначально стоил, нет, 38 критов, это более-менее нормально, потому что там за 40 критов вообще ни хрена нету, и скин ни хрена не хочет выпадать, эй, Warface, слышишь, давай сюда скин, ты же вообще понимаешь, что это, ну, невероятно смешно будет, если я сейчас на вот эту вот коробку удачу, потрачу больше кредитов, чем на вон ту коробку удачи, где я выбивал золотую версию, не внешность, а золотую версию, где удача совершенно мне не хочет выпадать, да, все же агент Айшань мне выпадает, и на сегодня я получаю абсолютно все, что хотел получить, а вас, дорогие друзья, я благодарю за то, что досмотрели данный ролик до конца, не забудьте поддержать его лайком, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, напишите обязательно ваше личное мнение в комментариях, а с вами был Серега, мы с вами увидимся, всем удачи, пока!